Работа лётчика требует полной концентрации силы, духа, решительности. Страшно было видеть, как настоящие специалисты, прошедшие такую серьёзную школу в воздухе, на земле теряли волю, уважение, потом и любимую работу. Талантливые конструкторы, инженеры уходили никуда, и всё из-за пьянки. Я 30 лет испытывал самолёты. И могу с уверенностью сказать, не надо испытывать судьбу. Без алкогольного штопора можно и не выйти. Наряди себя. Я согласен, есть хорошие напитки, приятные компании, весёлые застолья. Мы живём в России. Здесь слишком велика сила традиций. За здоровье друзей, чтобы расслабиться. У нас пьянство давно стало обыкновенным, бытовым, даже привычным. Но эта привычка часто заканчивает сломанной судьбой. Алкоголь обходится слишком дорого, когда его цена – жизнь. Береги себя. Я актёр. Мне не раз приходилось играть людей пьяных. Несвязанная речь, потерянный взгляд, нелепое поведение. Зрителю смешно, но в жизни всё не так весело. Я знаю много актёров, и не только актёров, которые так и не смогли выйти из этого образа. В итоге потеряли всё – здоровье, семью, профессию. Алкоголь – быстрый способ перевоплощения. Уже через пару лет вас никто не узнает. Звучит вызывающе, но это правда. Я ни разу в жизни не был пьяным. Когда мне активно предлагают выпить, я отказываюсь. Не потому что работаю с животными, а потому что сам не переношу алкоголь. Я знаю, что за мнимое удовольствие всегда приходится расплачиваться. Кому своим здоровьем, кому страданиями близкими, кому жизнью. Мне никогда не понять тех людей, которые добровольно загоняют себя в эту клетку. Береги себя. Я в УМГУ учился. С первого раза поступил. Первую сессию, когда сдал, Лёшка с пацанами пришли. Ну, пили ром и пиво, кажется. В общем, выпили и сел за рулю. Не помню, как нас навстречку вынесло. В общем, Лёша друг сразу погиб. И женщина в той машине тоже. В России по вине пьяных водителей ежегодно происходит более 13 тысяч ДТП. Береги себя. Мы проект большой закончили в компании. Ну, и, конечно, отметили это. Премию дали. Ещё и за это выпили. Дальше всё как в тумане. Домой пошёл. Ребята какие-то стояли на улице. Быстро всё произошло. И удар-то не сильный был. Он упал, и всё. На суде сказали убийство. Я даже не знаю, из-за чего драка началась. В России 80% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Береги себя. Она из армии меня дождалась, и сразу поженились. Ванька сын родился. Меня менеджером взяли. Вот просто так, представляете. А через год жена сказала, что уходит от меня. Из-за друзей, из-за пьянки. Я тогда напился. Сначала удержать её хотел. Назмерел просто. Опомнился в милиции только. Ваня сейчас в детском доме. В России 80% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Береги себя. У меня мама, папа, бабушка есть. У нас компания во дворе была. Нормальные все ребята. Мне девчонка одна нравилась из нашего района. Ну, а она со мной не очень. А тут сидели, она идёт. Я уже выпил. Я за ней пошёл, ну, там заговорил, а она ни в какую. Короче, я что-то схватил её. Вот тут ещё двое наших подбежали. На суде я не мог на неё смотреть. Половина всех изнасилований в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Береги себя. Давайте быстро посадитесь. Ну всё, счастливо. Сразу с днём рождения. Мы полетели. Сынок, может, останетесь? Ты же выпил. Ой, да ладно, пара бокалов и нам. Ничего страшного. Всё, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лечение импотенции сегодня – это успешный бизнес. Практически 90% мужчин в России употребляют алкоголь. 80% из них страдают импотенцией. В моей работе даже нет конкуренции. Я спокоен за своё будущее. Подумайте о своём. Следующий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok